приветствую на канале давайте продолжим серию скетчап для печников и сегодня поговорим о вращении в прошлый раз мы прогрели сжатое кратко сейчас более полно и разберем на примере тех же самых кирпичиков так включаем инструмент повернуть вращение ротейт тут куча названий зависимости от перевода и у нас появляется подсказка транспортивы на каждой плоскости он своего цвета зеленая красная синяя зависимости от осей и на мой взгляд они не очень наглядные к привыкнуть не можно но лучше представить следующее давайте нажму сюда мысленно представьте то что у вас в центре этих транспортиров находится булавочка просто булавочка и цвет этой булавки а ее собственно совпадают с осью то есть мы как бы нанизываем поролоновые кирпичики и они вращаются вокруг спицы либо булавки так с этой штукой гораздо проще по моему представить новичкам как нам выбрать эти оси правильно и корректно давайте разберемся как работает ротейт есть у меня заготовочка нам нужно сделать три клика первый клик это вершина угла 2 клик это куда мы ставим рычаг за который мы будем вращать нашу конструкцию и 3 клик это собственно наш угол и есть то есть мы нарисовали наш угол обозначили насколько мы наш рычаг сдвинули цифра 2 может быть находиться где угодно то есть мы можем разместить как угодно как нам вообще понадобится чаще всего привязываемся к осям есть более сложный вариант более сложный вариант с тремя кликами но тут один клик такой затяжной то есть мы в вершину угла ставим кто кнопку жмем и удерживаем кнопочку после этого оттягиваем мышку в нужную сторону и отпускаем а дальше все то же самое давайте посмотрим на примере наших кирпичиков как мы можем вращать копировать и всячески взаимодействовать с этим инструментом первое мы построим горизонтально такую арочку без плагинов начну с того что сделаю дополнительное построение обозначу центр окружности вдоль которой мы будем о которой мы будем вращать 500 миллиметров теперь выделенный кирпичик я собираюсь вращать относительно этой точке но транспортир синий если я сейчас нажму и начну вращать она будет вращаться вот так вот что не подходит в новых скетчапах начиная с 18 версия есть интересная штука мы можем просто нажать на стрелочки на клавиатуре влево вправо вверх вниз и подобрать нужный нам нам сейчас подходит зелененький транспортир клик и вот она пошла вращаться контрол вращаться отменяем второй вариант а мы используем клавишу shift shift у нас всегда блокируют оси выделяем наш объект включаем инструмент на выходим подходящий нам транспортир и эффективного шифтом и удерживаем восьмом скетчапе замечательно работает и в пятом и во всех старых то есть это классический проверенный вариант переносим на нужную точку сначала кликаем а потом отпускаем shift и теперь вся та же самая схема поворачиваем третий вариант третий вариант мы можем основываться на том какую сторону смотрит наша камера если я смотрю на сине зеленую ось лима либо синекрасную да синекрасную то транспортир который мы наведем на пустоту он сам приобретет тот же самый цвет вот он зелененький но это не так удобно я чаще пользуюсь затяжным кликом который сложно выучить но потом очень легко и замечательно использовать давайте попробуем выбираем транспортир наводимся точку теперь нажал и удерживаю после этого оттаскиваю в сторону у меня появляется изображение оси и когда нахожу подходящий мне зеленого цвета ось только тогда отпускаю первый клик клик отпустил теперь размещаю рычаг второй клик и зажав control оттаскиваю оттаскивать не получилось повторяю control потянул и указываю теперь градусы насколько я поворачиваю предположим 8 градусов в одно окошко вот в это надо вбить и количество штук копий и градусы скетчап отличает одно от другого по наличию текстового маркера это либо значок звездочка либо английская буква x она как умножить но для младшеклассников используем это знание звездочка 20 так 20 собственно получаем такую штуку мало не угадали просто продолжаем вбивать не переключаясь на другие инструменты 24 излишки можем удалить есть вот у нас получилась арочка второй вариант с вертикальной его начальными кирпичиком давайте посмотрим ставим опять дополнительные построения я больше люблю карандашик чем специальные вот тут есть такие еще оси я их не люблю их не использую долго объяснять не буду так начнем 420 миллиметров есть и теперь сначала я скопирую налево потом скопирую направо ну то все поменяю ракурс вот у меня сразу зеленый транспортирую клик потянул контру для копирования 7 градусов 7 с половиной так 8 8 звездочка штук обращаю внимание 8 копий и один оригинал не забывать об этом дальше противоположную сторону точно так же повторяем наводимся выбрали он тарел 7 с половиной 8 звездочка готова теперь нам нужно сделать клиновые кирпичики не поменяв остальные мы используем свойства компонентов но если я их сейчас поменяю у меня поменяется все кирпичики модели не забываем делать их уникальными тем самым мы говорим то что эти кирпичики мы как-то обрабатываем по-особому либо мы их болгарочкой либо заказываем сразу же особые не такие как все то есть мы не можем сказать то что они такие же кирпичи как и остальные в стопке они уникальны собственно мы должны об этом программе сказать так выделяем любой из них они все равнозначны заходим внутрь и можем изобразить срезы для нашей болгарки виртуальный потом просто пушкулом срезаем но я больше люблю другой вариант я чаще и делаю так выделяем плоскость включаем инструмент масштабирования и зажав control масштабирую к центру получаем возможность теперь вбить размер сейчас у нас коэффициент если я вобью 50 миллиметров он подгонит этот размер под желаемый размер да все верно масло масляные но это правильно так вот у нас получились красивые клинушки и у нас не испортились остальные кирпичики конце просто ластиком либо до видом очищаем так надеюсь вопросов будет поменьше если что задавайте ответим успехов пока пока